В Институте международного образования студенты и преподаватели всегда заинтересованы в общении с яркими личностями той профессиональной сферы, которую они изучают. Как и сегодня, мы ждем встречи с Василием Коновым, известным российским журналистом и телеведущим. Редактор субтитров А.Семкин Даша, я знаю твою личную историю, ты интересуешься спортивной журналистикой, хочешь реализовать себя в этой сфере. Наверное, для тебя особенно было интересно пообщаться с таким профессионалом своего дела в этой сфере. Как оправдались твои ожидания, какие вообще в целом впечатления? Наверное, в первую очередь, да, было очень важно пообщаться. Когда только начинаешь путь спортивной журналистики, очень важно получить какой-то опыт, какой-то вообще пример. То есть даже просто вот историю, когда он рассказывал про то, что он там ездил в разные страны и все. Даже это интересно слушать, потому что ты все это питаешь, ты все пытаешься перекладывать сразу на себя. Поэтому, конечно, это была очень важная для меня встреча. Я прямо шла с настроением, что я должна узнать все, что только я хочу. Плюс мне тоже удалось задать вопрос. Меня очень тревожит, как раз таки, в моем начинании то, что сталкиваешься с комментариями хейтеров, сталкиваешься с каким-то недовольным мнением болельщиков. И я тоже смогла задать вопрос, получила ответ, и меня это успокоило. Мне очень понравилась встреча. Сам спикер был лично для меня интересен. Понравилось, что это именно практикующий специалист, то есть человек уже много-много лет в сфере, он начал работать со студенчества. И, соответственно, мне больше всего понравилось, что он попробовал себя в разных направлениях журналистики. То есть он был и корреспондентом, также работал на радио, комментировал. Сейчас он уже в управленческой сфере. Было интересно послушать именно про вот этот разносторонний опыт. Было интересно, важно услышать, что именно практика – это то, что тебя очень быстро учит, и то, что важно совмещать с учебой. Делился многими историями из жизни, из своего опыта карьерного. Какая история зацепила больше всего? Мне было очень интересно послушать, вообще, как он брал интервью, то есть действительно опыт человека огромный, и ты сразу тоже какие-то лайфхаки маленькие запоминаешь, и история, допустим, как он брал какого-то… Он купил эту брошюрку балетную специально, чтобы расположить скризы, это была действительно очень интересная история. Не то чтобы история, но сама мысль о том, что чтобы быть журналистом, надо быть наглым, вот, и то, что это не врожденное качество, но и в принципе, точнее, не только врожденное, но и приобретаемое качество. Поэтому я думаю, что практика – это вот еще один инсайт, которым он поделился, как раз-таки способна профессионально тебя, ну, как погрузить в эту атмосферу и выработать профессиональные уже качества, и они будут частью твоего характера, это прекрасно. Василий, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от встречи со студентами МО. Вы выбрали формат вопрос-ответ, как вам вообще комфортно было, понравились ли вопросы, находите их вообще интересными? Ну, здесь любое общение подразумевает взаимный интерес. Если бы я пришел и стал рассказывать о том, как надо писать тексты за унывным голосом, думаю, что вряд ли бы это кому-то понравилось. А формат паблик-тока и публичного интервью, мне кажется, наиболее комфортный для обеих сторон. Студенты получают то, что интересно им. Я, соответственно, стараюсь максимально объемно, искренне отвечать на их вопросы. Порадовало, безусловно, что час мы продержались с аншлагом и сидящими на ступеньках. Потом, конечно, народ стал убегать, но это тоже нормально, ничего страшного в этом нет. Потому что, как правило, все главные вопросы ребята задают в начале, а дальше уже идет стандартный добор по этому нет. Здесь как раз все очень хорошо, мне понравилось, и если будут еще приглашения, я обязательно вернусь. Классно, я думаю, будут, да, с точки зрения студентов тоже уже ребята выходили, знакомые делились, очень довольны, понравилась эта форма. Как вообще часто вам удается проводить подобные мастер-классы? Два-три раза в год, чаще, просто тяжело по времени. Но я не отказываюсь ни от таких мероприятий ни в Москве, ни за пределами. Поэтому, если есть возможность, я всегда прихожу. С графиком тяжело, но здесь мы планировали за месяц, поэтому даже нарисовавшееся совещание уже никак не могло повлиять. Уже, если мы договорились, я не могу не приехать. Если наши студенты захотят попробовать пройти стажировку, у вас как? Написать на почту editorsobakalsportbox.ru, рассказать, откуда вы об этом узнали, и сказать, что вам интересно. Если вдруг интересы совпадут, то можно будет попробовать. То есть в целом все возможно? Конечно. Что бы вы могли пожелать нашим студентам-журналистам? Больше практики, не бояться и как можно больше планировать себе потенциальных возможностей на тот случай, если вдруг где-то что-то не получилось. Закрывать на это глаза, двигаться дальше и пробовать себя в чем-то еще. Либо, если очень важно, именно это направление, сделать работу над ошибками и возвращаться туда. Все красно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ульяна, ты принимала непосредственное участие в том, чтобы Василий Конов приехал к нам на открытую встречу в УМО. Подскажи, как оцениваешь прошедшие мероприятия и что вообще оно значит для нашего института? На 10 из 10. Ну, если серьезно, то это было довольно интересное мероприятие. Это было, во-первых, очень значимый для меня опыт, потому что это первый раз, когда я занимаюсь организационной деятельностью и организовываю встречу с каким-то спикером конкретно в институте. Василий Конов, он, было видно, что ему интересно отвечать на вопросы, для меня это главное. И я также была под впечатлением, насколько наши студенты умеют задавать интересные каверзные вопросы. Мне кажется, что это выход на новый уровень, потому что Василий Конов человек таких масштабов, что круто, что он, во-первых, согласился прийти и согласился пообщаться с нашими студентами. И я очень надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе, потому что планку мы поставили нехилую. Я думаю, мы можем собой гордиться. Определенно. Особенно ты, прежде всего. Спасибо. А есть ли планы на дальнейшие подобные взаимодействия? Планы на самом деле есть. То есть уже есть договоренности с другими спикерами, и я буду с нестерпением ждать новых мероприятий. То есть я могу заверить, что это будет так же увлекательно и интересно, чтобы это не были какие-то пресные лекции, которые, я думаю, так, ну, они хватают. В жизни. В жизни студентов так много. Кого-то интересного и, прежде всего, кого-то из сферы наших студентов, чтобы это было немножко профориентацией, чтобы студенты могли посмотреть, подходят к этой сфере или нет. Как-то пообщаться лично с человеком, с живым, который уже чего-то достиг в этой сфере деятельности. Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо.